Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем цикл бесед по посланию к эфесянам Первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обзор первой главы и как бы обзор и всего этого послания. Эфес, митрополия, главный город Малой Азии, он чтил как высшую богиню Артемиду Эфесскую. И в честь ее был там величественнейший и прекрасный храм, который был уважаем всеми эллинами, но особенно ефесянами, так что Эфес даже назывался служителем Артемиды. Так это сказано в книге Деяний святых апостолов, 19 глава, 35 стих. В Эфесе очень долго жил евангелист Иоанн, сосланный сюда, и здесь умер. И Тимофея, своего соработника, сотрудника, там оставил Павел учителем. Знаменитейшие из философов также жили в этом городе. Итак, поскольку этот город был так набожен и так славился мудрецами, то Павел с особенным старанием пишет к эфесянам и поверяет им самые глубокие и возвышенные мысли, как уже получившим оглашение. Пишет же это полное возвышенных мыслей послание из Рима, где находился в вузах. Поэтому и нам нужно особенное внимание, чтобы понять заключающиеся в нем тайны, узы, в каких апостол написал послание к эфесянам. Несомненно, были первые его узы в Риме, потому что апостол еще не чувствовал такого стеснения, какое он чувствовал во время вторых его уз. Так как узы первые продолжались от весны 1962 года до весны 1964 года, то к этому времени следует относить происхождение данного послания. Толковая православная Библия также сообщает нам, что это послание, оно написано очень вдумчивым языком с использованием продуманных слов и выражений, потому что апостол Павел понимал, что уровень жителей этого города, этого мегаполиса, он был очень высокий. И надо было писать этим людям с осознанием того, что жители этого города, они составляли как бы интеллектуальную эссенцию тогдашнего мира. Это в целом об этом послание. И теперь мы немножко скажем о содержании первой главы. В этой главе содержится первое введение ко всему посланию, во многом похожее на введение к другим посланиям апостола Павла. Это с первого по второй стих. Второе. «Принесение апостолам благодарения и хвалы Богу за неоценимые благословения, дарованные уверовавшим эфесянам». Это с третьего по четырнадцатый стих. И третье. Его искренняя молитва за них. Это с пятнадцатого по двадцать третий стих. Итак, введение ко всему посланию во многом похоже на введение к другим посланиям. И мы читаем первый и второй стих. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в эфесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Блаженной памяти Иерей Даниил Сосоев пишет. «Павел, приветствие начинается с того, что апостол себя называет. Он представляется Павлом, то есть маленьким, ибо слово Павел означает «маленький». Отец Даниил пишет далее. Раньше он именовался Саулом или Савлом, но после того, как был пойман в христианство на пути в Дамаск, стал зваться римским именем Павел, которое в переводе означает «маленький». Павел так называет себя, потому что считает себя наименьшим из апостолов Христовых. Он еще называл себя извергом, выкидышем, недостойным имени апостола, которого Господь, тем не менее, призвал на апостольское служение. Смотрите 1 Коринфянам 15,8. Не всегда, кстати, синодальный перевод передает критичность апостола Павла по отношению к самому себе. Далее в блаженной памяти Иерей Даниил Сосоев объясняет слова «волею Божию апостола Иисуса Христа». Отец Даниил пишет. Апостол Павел подчеркивает, что его посланничество – это не его личное изобретение. Он является посланником Божьим, источником истины, источник его посланничества – воля Бога. Павел не сам избрал апостольское служение. Известно, что бывают самозванцы. Есть люди, которые проповедуют Евангелие, хотя никто их не посылал. Думаю, все встречали их на улице. Они заявляют, «Мы проповедуем Евангелие, потому что нам так заповедано». Но апостол Павел – это другой случай, потому что он волей Божию апостола Иисуса Христа. Он боролся с благой евангельской вестью, будучи савлом, дыша угрозами и убийствами на учеников Христа, как об этом говорится в книге «Деяния святых апостолов». Но Бог рассмотрел в нем некое дерзновение о Боге, которое побудило Бога избрать его, как и сам Христос говорил, что многие, которые будут преследовать вас, убивать вас, они будут думать, что таким образом они служат Богу. И как апостол Павел, будучи савлом, искренне заблуждался, так и теперь, познав Христа своим царем и спасителем, он искренне отстаивает чистоту этого исповедания. И далее у нас идет 3 по 14 стих «Принесение апостолам благодарения и хвалы Богу за неоценимые благословения, дарованные уверовавшим ефесянам». Как я уже сказал, эфесяне считались интеллектуальной эссенцией тогдашнего мира. Как в России есть представление о Санкт-Петербурге, как о культурной столице, и о Москве, как об исторической столице, точно так же и в те времена на эфес и на эфесян смотрели как на интеллектуальную элиту. Потому что там было очень много школ, система образования в эллинском мире, это когда учитель общается с небольшой группой учеников, были интеллектуальные соревнования между такими школами, и те, которые читали диалоги Сократа, у Платона, они имеют представление об эрудиции этих людей. И мы читаем третий стих, где апостол Павел восклицает, «Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Такой тип молитвы называется баруха. Это обычный тип иудейской молитвы, но в данном случае это христианская баруха. Баруха — это тип благословений, которые на иврите начинаются словами «Барух ата адонай, благословен ты, Господь». И здесь Павел преобразует обычную иудейскую баруха в христианскую баруха, то есть в христианской благословении. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа. И возникает сразу вопрос, а как человек может благословлять Бога? Но это мы видим и в псалмах Давида, где Давид восклицает «Благослови, душе моя Господа». Мы благословляем Бога тогда, когда ведем соответствующий образ жизни, и имя Божие благословляется и светится в нашей жизни. И в противоположность этому некоторые ведут такой неправильный образ жизни, когда имя Божие хулится ради нас среди язычников, как пишет апостол Павел в послании к Римлянам. Профессор Десницкий поясняет «Благословен, благословивший, благословение». В этой фигуре речи достаточно характерной для Павла повторение однокоренных слов обыгрываются два значения слова «благословлять, одаривать и словословить». Господь одаривает людей своим благодатным даром, о котором идет речь далее, а они возносят ему хвалу. Но здесь мы прочитали «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Что значит «в небесах»? Профессор Десницкий пишет «в небесах» буквально означает «в пренебесном мире» это выражение характерно для посланий к эфесянам. Оно встречается несколько раз. Первая глава 20 стих, вторая глава 6 стих, особенности в особенности 3.10 и 6.12. В последующем случае так определяется место обитания злых духов и не встречается в других посланиях. В древности пишет профессор «полагали, что небеса имеют довольно сложную структуру, не вполне ясно какая именно часть небесных сфер имеется здесь в виду, вероятно этим словом обозначались небеса в целом». Итак, профессор Десницкий помогает нам иначе оценить слова Павла «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Земная церковь она называется странствующей и воинствующей. И для того, чтобы нам одерживать победы в противостоянии со злыми духами нам нужно особое одобрение и благословение от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому это словосочетание «в небесах», «на небесах» имеет именно такой смысл. И в послании к Эфесянам 6.12 апостол Павел прямо пишет «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Ну, кто-то может задать вопрос о как духи оказались в этом месте. Когда мятеж в духовном космосе был подавлен архистратигом Михаилом, то по воле Бога мятежные духи, которые восстали против Творца, они были низвергнуты в пространство между небом и землей. Почему между небом и землей? Потому что в Псалтире сказано «Небо, небо Господу, а землю Он отдал сынам человеческим». То есть после того, как мятеж злых духов был подавлен, их диссидентство было остановлено и сокращено, они не могли больше находиться на небе, который принадлежит Господу и тем, кто преданно служит Ему. Но они не могли оказаться и на земле, который Бог отдал сынам человеческим. И они оказались в этом неопределенном положении в поднебесной между небом и землей. Когда апостол Павел пишет о небесном, он знает, о чем он пишет, потому что он имел личный опыт, то, что по-еврейски называется даат. даат. Даат это личный опыт, который сообщает нам значительно больше духовных тайн, чем нежели мы могли бы вычитать в книгах. Так, во втором послании Коринфянам, 12 глава, 2 по 5 стих, Павел пишет, «Знаю человека во Христе», он пишет о себе, но немножко отстраненно и скромности, «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать, таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими». То есть апостол Павел, он проходил это пространство, правда, он не знает в теле ли или вне тела, потому что именно вот эти духи злобы поднебесной, они мешают нам проникнуть в рай сладости небесного Царствия Божия. И далее апостол Павел пишет 4 стиха и ниже, «Так как Он, то есть Бог-Отец, избрал нас в Нем, то есть в Сыне Божьем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Здесь мы выясняем из этого 4 стиха первой главы послания к Эфессианам, что еще до сотворения мира Бог, который никак не ограничен временем и пространством, который, как вездесущий, присутствует в каждом мгновении времени и в каждой точке пространства, Он уже предизбрал нас до сотворения мира, материи и времени и пространства, предопределив наш путь, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. То есть еще до создания мира Бог знал, что потребуется Боговоплощение Его Сына, и Сын дал согласие на совете лиц Святой Троицы еще до сотворения тварного мира, что Он придет на помощь человеческим существам. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы, благодати своей, которую Он облагодательствовал нас возлюбленным, то есть Сыне Своем, в котором, то есть во Христе, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумения, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он, то есть Бог Отец, прежде положил в Нем, то есть в Сыне Своем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом. Таким образом, Христос является царем царей и когда христиан преследовали в западном мире это революционное потрясение в Мексике, в других местах, боевым кличем крестерос это те, которые сохраняли верность царю Христу были слова «Вива Кристо Рей» «Слава Христу Царю». Это очень интересный опыт западной церкви, потому что мы на Востоке все время ждем какого-то царя, мы ждем, что придет какой-то человек, какой-то князь, и он установит порядок. Хотя Псалтырь говорит «Не надейтесь на князя, на сына человеческого, в них нету спасения». И пророк Исаик говорит «Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его». Мы имеем царя царей, это Господь наш Иисус Христос, Он истинный царь, и царства Его нету предела и конца. Его царство – это Его святая церковь. Как в 16 главе Евангелия от Матфея, в Кесарии Филипповой Христос говорит «Я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее». А в книге пророка Даниила церковь прямо называется Царством Божиим, которое возникнув сокрушит всех идолов и истуканов и станет основанием нового мира, которому уже не будет конца. Послание к эфесянам – это тайна домостроительства нашего спасения. Домостроительство – это тот порядок и та последовательность, которую установил Бог в деле нашего спасения, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом. Мы прочитали, Он избрал нас в нем прежде создания мира. Преподобный Ефрем Сирин пишет, «Так как в привечном совете своем избрал нас для сего прежде мира, чтобы быть нам святыми через крещение и непорочными именно по любви, а не по праведности жития нашего». И блаженный ироним Стридонский пишет, «Апостол Павел не сказал, что Бог избрал нас прежде основания мира, когда мы уже были святы и непорочны, а сказал, избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны». То есть, мы прежде не были святыми и непорочными, продолжает ироним, сделались таковыми после, это может быть сказано и относительно грешников, обратившихся к лучшему состоянию и будет тогда иметь силу то слово, что не оправдается перед тобой ни один из живущих. То есть, во всю жизнь свою, во все то время, в которое он, человек, жил в этом мире. Действительно, такое понимание обращается против того, кто утверждает, будто прежде создания мира были избраны души за их святость и за то, что не имели никакого греховного порока. В четвертой главе книги Иова сказано, что Бог даже в ангелах усматривает недостатки, тем более в людях, которые как глиняные сосуды сегодня есть, завтра распадаются и прекращают свое существование в этом формате, переходя в другой. В послании к Титу, 3 глава, 5-6 стих, апостол Павел пишет, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане и возрождение и обновлении Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть Господь спас нас не ради дел праведности, которые бы мы сотворили, став верующими, но по милости своей. Еврейское слово хесед, милость, означает беспричинную милость. И Бог осуществляет свой хесед, проявляет свое милосердие, Он просто проявляет свою природу, ибо Бог есть милостивый, милосердный, Он же есть любовь. Как и сказано, Бог есть любовь. Далее мы читаем, в Нем, то есть во Христе мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Совершающий все по изволению воли своей – это безначальный Бог-Отец. Но мы можем чего-то достичь в общении с Богом Отцом только в Нем, во Христе, как в единородном Сыне Божьем, в котором мы, как пребывающие в Его теле Церкви, усыновляемся Богу Отцу не по природе, как Сын Божий, а по благодати, то есть по милости Божьей. Апостол Павел далее пишет 12 стих и ниже «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Наше призвание в Домостоительстве Божьем послужить к похвале славы Его. И Христос выражает это словами «И тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Это слова Христа из Нагорной проповеди. Далее 13 стих «В нем, то есть во Христе и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, слово благовествование это слово Евангелия, то есть в Евангелии вашего спасения и уверовав в Него запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». То есть Дух Святой, который дается нам, он дается нам как залог в Таинстве Святого Мира помазания или конфирмации, как залог того, что мы уже усыновлены Богу Отцу через Его Сына и через Сына Его мы становимся причастными Духа Святаго, который научает и наставляет нас на всякую правду, как мы прочитали в первой главе послания к Ефесянам. Далее идет его Павла искренняя молитва за них, то есть за Ефесян, это с 15 по 23 стих. Этот великий апостол, первоверховный апостол, имел обыкновение уделять много места молитвам, благодарения к всемогущему Богу и строил их обычно таким образом, чтобы они одновременно несли собою откровения о великих доктринах христианской веры, а также веские наставления для всех, серьезно вникающих в эти доктрины. Так христианские экзегеты оценивают отрывок первой главы с 15 по 23 стих. И мы читаем с 15 стиха по 17 «Посему и я, как бы восклицает Павел, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Любовь к святым проявлялась в церквах через гуманитарные программы. Это неабстрактное выражение «любовь к святым». Когда мы встречаем это выражение в Новом Завете, оно означает прежде всего любовь к христианам Иерусалима и Палестины, потому что те находились в бедственном положении, нуждались в помощи. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа Отец Славы дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его». Да, отцы, братья и сестры, мы нуждаемся в Духе Святом, чтобы Он научил и наставил нас на всякую правду. И Христос видел в этом некое преимущество для нас и в одни своей земной жизни Христос говорил, «Лучше будет для вас, если я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святаго». Ибо в одни своей жизни воплоти Христос был доступен для тех, которые могли общаться с Ним, хотя как Бог, Он был больше того тела, в котором Он действовал. Но о Духе Святом Христос говорит, что Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, откуда приходит, куда уходит, не знаешь, то есть в этом преимущество, Дух не знает границ, Дух Божий. Итак, мы прочитали «Отец славы дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его». О чем это? Христианские экзегеты в культурно-историческом комментарии пишут «Иудеи обычно молились о том, чтобы Бог просветил их, помог понять Слово Божие». В Ветхом Завете тоже говорится о том, «Чтобы Бог открыл очи, дабы люди могли понять Слово Его». Здесь идет отсылка 118 Псалом 17 стих. Или другие духовные реалии, «Чтобы Дух открыл для нас». Здесь отсылка 4 Царств 6 глава 17 стих. «В некоторых еврейских источниках Дух Божий Кадеш Руах предстает как Дух Премудрости». Это особенно подчеркивается в Ветхом Завете. Например, Исход 28.3, 31.3, 35.31, Порок Исаия 11.2 и Второзаконие 34.9. Писатели, владевшие риторическим искусством, часто вовведения, представляли главные темы, которые они собирались обсуждать, и Павел не является исключением. Павел учился у ног Гамалиила. Он, то есть Павел, намеревался разъяснить им ряд вопросов и молился за них, дабы они смогли понять его объяснение. Я рекомендую перед просмотром духовных бесед на библейском портале Экзегет читать молитву Царю Небесной. Эта молитва обычно читается перед всяким наставлением веры. И теперь мы читаем послание Якова 1 глава с 5 по 8 стих. Все мы осознаем, что нам не хватает мудрости. Нам всем не хватает того, что Дух Святой должен нам дать. И мы чувствуем дефицит откровений, мы чувствуем дефицит познания о Боге. И в послании Якова 1 глава с 5 по 8 стих сказано «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». То есть важно молиться. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Итак, мы должны просить искренне и Бог дает все просто. То есть без каких-либо предварительных условий. Вот что означает слово «просто». Далее мы читаем первую главу к официанам с 18 по 21 стих. Как я уже сказал, это послание наиболее изысканное послание, каждая фраза филигранно выточена. Апостол Павел понимает, что если он обращается к интеллектуальной эссенции того христианского мира, эти люди не просто стали христианами, они имели блестящее античное образование. И с ними надо было говорить, выверяя каждую фразу. Кстати, отцы церкви почти в каждом случае имели блестящее античное образование. Они изучали риторику, они изучали философию. И здесь Павел продолжает свои рассуждения. Здесь он говорит, «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых». То есть мы нуждаемся в том, чтобы просветились очи сердца нашего. В этом смысле есть духовное видение, но есть и духовное слышание, чтобы Бог отвез слух наш для уразумения Слов Божия. И в апокалипсисе часто повторяется, имеющий глаза да видит, имеющий уши да слышит. И далее с 19 стиха «И как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его». То есть сила Христа державна. Что значит державна? Царственна. Он истинный царь царей. Вива Христа Рэй. Слава Христу Царю. «И как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе». То есть во Христе державная сила, царственное служение Бога открывается для нас. И это проявилось первый раз, когда которую, которую, вот эту державную силу он, Бог Отец, воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одеснуя себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Христос истинный царь царей, и он истинно превознесен над всеми формами начальства, это ангельский чин, власти и силы и господства, это ангельские чины. Что значит превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем? Читаем. И приблизившись Иисус сказал им, имеется ввиду воскресший Иисус, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18-19 стих. До своего воскресения Христос говорил иначе. Он говорил, царство мое не от мира сего, но по воскресении из мертвых, когда было проявлено его державное царственное достоинство, он говорит иначе, дана мне, то есть теперь дана мне всякая власть на небе и на земле. Некоторые стремятся ограничить власть Бога небом, если царство его не от мира сего, то пусть он как бы не вмешивается в наши земные дела, здесь нами будут управлять политики, бизнесмены, олигархи и так далее. Ну, не дай Бог, конечно. Владимир Сергеевич Соловьев в своей работе «Россия и Вселенская церковь» пишет. «Человечество предположило, что раз оно исповедует Божество Христа, оно тем самым избавлено от обязанности принимать всерьез его слова. Отдельные евангельские тексты были так обработаны, что из них можно было извлечь все, что угодно. Относительно других текстов, которые не поддавались такой обработке, условлено было хранить молчание, беспрестанно повторяли заповедь «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу», чтобы осветить тем порядок вещей, при котором Кесарю отдавалось все, а Богу ничего. Словами «Царство мое не от мира сего» пытались оправдать и поддержать языческий характер нашей общественной политической жизни, словно христианское общество роковым образом должно было входить в состав этого мира, а не Царство Христа. Что же касается слов «Да нам не всякая власть на небе и на земле», то их не приводили. Христа принимали как совершителя жертвы, искупительную жертву, но не желали иметь дело с Христом Царем. Его царское достоинство, державное достоинство, было заменено всяческими языческими тираниями, и христианские народы повторяли крик еврейской черни «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Так история увидела, и мы сами видим еще и теперь странные явления общества, исповедующего христианство как свою религию, и остающегося языческим не только по жизни своей, но и по закону своей жизни. Конец цитаты. И мы читаем далее, 22-23 стих, «И все покорил под ноги его», то есть Бог Отец державно, царственно возвеличил своего сына, а сын возвеличивает Отца, «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви». Вы видите, Христос выше всего не только человеческого, иерархического чина, но и ангельского. «И поставил его выше всего главою церкви, которой есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Аверкий Таушев, архиепископ, пишет, «Это учение о Господе Иисусе Христе как о главе церкви чрезвычайно важно. Как члены нашего тела составляют с головой один живой организм, так все верующие со Христом образуют также один телесно-духовный организм. Крестящиеся во Христа облекаются в Него, становятся одно с Ним, поэтому Христос действует в христианах как созидательная и живительная сила. От головы зависит вся жизнь тела, органическая и механическая, и в психологическом отношении голова как вместилище мозга, главного органа умственной деятельности и внешних чувств признается источником духовной жизни, руководящим началом ее. Это сравнение апостола дает мысль о всецелой зависимости церкви от Господа Иисуса Христа, о том, что Христос сам руководит своей церковью. Вот это очень важно понять, что Господь как глава церкви, Он сам руководит своей церковью. И никакое вмешательство извне, со стороны государства, со стороны бизнеса, олигархического, со стороны тем более плутократии, власти воров, все это недопустимо. Далее владыка Аверки Таушев пишет, православие это не просто некоторый тип чисто земной организации, возглавляемой патриархами, епископами и священниками, тут можно добавить имена которых исчезают в истории, история вспоминает только святых, которые выполняют некоторые служения в церкви, которые официально называются православной. Православие, подчеркивает владыка Аверки, это мистическое тело Христова, глава которую сам Христос, и в состав его входят не только священники, но и все православные верующие во Христа, вошедшие законным путем посредством святого крещения в церковь, который он основал «как ныне живущие на земле входят в нее, так и те, кто умер в вере и благочестии». Итак, отцы, братья и сестры, сегодня мы сделали обзор первой главы послания к Эфесянам первоверховного апостола Павла. Если будем живы, и Господь позволит, то в следующий раз мы будем с вами делать обзор второй главы этого же послания. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! «Экзегет»